Ну что, мои дорогие, это кофемания на Тверской. Очень люблю это заведение. Вы знаете, здесь всегда... Да, ну такое прям очень скромное. Очень скромные эти деревянные столики. Но я открыла сегодня сезон Bumble Coffee. Сейчас буду его пить после ресторана с Максом. Там и чай пили, а сейчас будет Bumble. Очень его люблю. А вот этот вот десерт, он, по-моему, без сахара, да, сахар? Сахар, да, без сахара. Но он сладенький. Ну, он такой, он с небольшой кислый. А, Onyx? У них все очень интересные десерты с белого шоколада. Внутри это там, с хрустящей из белого шоколада тоже. И внутри это там все начинка из чайли и алло. Это народ очень сладко, да? А вот это любимка или любимая? Любимая чем-то от далекого народа была вон, по своей истории. Там шарик такой из теста с пропитанной водкой, с цитрусами. Водка, она там особо не чувствуется, но очень наполняет начинку цитрусов. Просто рай для сладкоежек. И про фиксионистов. Ну что, девочки, это большая бронная. Я все время путаю малая бронная и большая бронная. Ну, про общество дорог, наверное, нет смысла говорить, да? Что они вот так себе все, всю эту плитку кладут, 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 кладут. Я вот про эту почту вам рассказывала. Я очень часто отсюда отправляю посылочки. Девочки, женщины здесь работают очень милые. Ну вот это сегодня меня... Я помню, я вам рассказывала, что никаких там дверей, дверей стеклянных, да, каких-то автоматических. Но сегодня меня убило просто дверь на веревке. До Кремля с 10-15 минут. Самый гламурный район Москвы. Ну, один из. Дверь у нас на веревке. Это какой-то пиздейшн полный. А что произошло? А что она на веревке? Ну, в общем, вот в таком вот состоянии все происходит у нас. Просто мне же говорят, что я все хвалю, все хвалю. Ничего я не хвалю. Если я вижу жуть, то я про нее говорю. Немножечко прошел дождичек. Вот просто вот так вот все тут залило. Не пройти, не проехать. Тепло сегодня, хорошо. Но был дождик. Я представляю, какой здесь ЖК строит. Вот на этом месте. Это просто будет красотища. Я сходила в СДЭК. Сейчас покажу, что несу. Там украшения красивые. Вот. Прогуливаемся с вами по вечерней Москве. Время сейчас половинка восьмого. И очень тепло. И светло. Видите, я сегодня в рубашечке иду. Такой прям легенькой. Абсолютно не холодно. Зонтик я с собой не беру, потому что, ну, что его таскать. А он был сегодня нужен. Я в кофеманию сидела. Боже, какие там пирожные. Я вставлю это сюда в видео, если найду кусочек. Такие пирожные вкусные. Ну, мы с Максом ели сегодня пирожные. А то на двоих с ревнем. Ай, уже сладкого как-то не хочется. Ну, как-нибудь надо в кофеманию зайти. Там была такая красивая балерина на 8 марта. Но это была лимит. Хотела вам показать свои продукты новенькие. Мне такие классные. Пришли продукты от Scandor. Начну вот с этого бальзама. Это очищающий бальзам. Как он пахнет. Он пахнет таким классным парфюмом. Попробуйте. Зайдите где-нибудь, потестируйте. Просто запах. Я от него балдею. Я уже вечером хочу бежать умываться. Потому что мне запах нравится. Этот бальзам называется Expert Cleanse Pro. Короче, это бальзам, которым вы знаете, так себе его растираете в ручках. И наносите. И все смываете. Я сейчас это все смыла перед душем. Сейчас только из душа вылезла. Короче, это Scandor. Это, я бы сказала, такой проф, люкс. Достаточно дорогой бренд. Но потрясающий. Потрясающий. У меня, к сожалению, нет с собой никаких масел гидрофильных. А вот эта вот корейская тушь от Team, она даже этим бальзамом плохо смывается. Ну вот. Ни горячей водой. Ни всякими жирными штуками. Это вот такими мицеллярками. Вот вообще плохо смывается. Я ее люблю за то, что она, знаете, она так хорошо расчищает. Она очень хорошо все реснички прокрашивает. У меня ресницы мелкие и очень короткие. Поэтому она их так хорошо прокрашивает. Но смывается фигово. Но вот этот бальзам любой макияж смывает мицеллярный балм. Короче, ну он такой прям жирненький. Как он вкусно пахнет, понюхайте. Не слышите? А я слышу. Так, дальше. Вторая у нас ступенька. Это спрей увлажняющий мист. Я его нахожу, наношу. Он тоже потрясающе пахнет. Как хороший такой, знаете, свежий парфюм. Я наношу его прям вообще. Это просто такая водичка. Очень приятная. Как раз, знаете, после душа здесь, в этой квартире, до сих пор, до сих пор, уже середина. Какое? Какое сегодня число? Десятое. По-моему, 10 апреля сегодня. И до сих пор топят просто. Ну, я не знаю, зачем они топят. На улице тепло. Я не знаю. Не знаю, почему топят. Мне кажется, это лишнее. Вот эта вся топка. Надо беречь ресурсы планеты. Все равно окна постоянно открыты. Сухой воздух. Я от этого оттекаю. Никак не перекручивается батарея. Только накрывать какими-то одеялами. В общем, ну, ладно. В общем, жарко. Поэтому кожа сохнет моментально. И мне, конечно, я привыкла столько лет спать в холоде. И мне, конечно, некомфортно в этом плане. Так, я, кстати, сейчас посмотрю билеты на май и июль. Брюссель, Гданск. Побуду немножко в Калининграде. Опять прилечу в Москву. Так, ну и крем для лица. Да, запахи просто невероятные. Просто увлажняющий крем. Называется Акватерм. Увлажняющий крем. Deep Moisturizing Cream Fill. Вот он. Я его днем и ночью использую. Хотя я набрала с собой. Набрала, набрала, набрала с собой. Кучу разных пробников. Тут у меня и Сеслей. И, ну, это, кстати, для волос. И Сеслей, и все-все-все. Там и Борян, и все. Всяких разных много. Ну, когда мне пришла вот эта вот линеечка от Скиндоль. Понюхайте. Шучу. То я как бы пользуюсь только этим кремом. Вот. К сожалению, для глаз у меня нет крема от этого бренда. Дома остался в Бельгии. А вот для лица я прям наношу очень обильно. Потому что, имею по ощущениям, очень сильно, ну, прям очень сильно сохнет кожа. Хотя она у меня не сухая. Но из-за того, что в квартире очень сухой воздух. Конечно, если бы, ну, я пошла в таком, в таких условиях, то, конечно, нужен увлажнитель. Зато я стираю носочки. Носочки стираю, трусики стираю каждый день. И это высыхает буквально. Представляете, какой сухой, как эти шпарят батареи. Я вот сейчас постирала свою белую рубашку. Застирала просто боротничок. Вот. Сохнет она просто за секунды какие-то. За минуту, мне кажется, за полчаса. Вот. Сейчас мы нанесем крем. Вот так вот его распределим. Вот. А вы знаете, да, надо делать массаж обязательно вот здесь. Вот. Чтобы вот здесь вот лимфа не застаивалась. Я завтра иду на четвертый курс прессотерапии LPG. Вот. Мне, кстати, тоже по рукам проходится. И вы знаете, я, кстати, взяла вот этот вот Натали бельгийский крем для тела. Ни одного синячка нет. То ли этот LPG прям какой-то супер-пупер современный. Он не оставляет никаких этих следов. То ли это, ну, я не знаю, какие-то новые технологии. Вот. Я в этот раз делала LPG. Не эндосферу, но эндосферу тоже люблю. Ну, так получилось. Мне просто здесь близко ходить на Бронную. Тут все рядом. И поэтому я хожу на LPG. Завтра у меня LPG. И в субботу. Вот. Через неделю я уже улетаю. Блин. Я не хочу. Но. Меня греет одна мысль, что я прилечу скоро обратно. Ну, через месяц, через полтора. Не купила еще билеты, но посматриваю. У меня будет следующий маршрут. Это летает прямой Эндховен в Гданск. Ну, мне до Эндховена надо кого-то просить меня везти. Вы знаете, я просить никого не люблю. Вот. Либо Шарли Руа и с пересадкой на Гданск. Прямых нету. Есть лот. Ну, там цена. Блин, я летала этим лотом. Блин, дорого. Ну, посмотрим. Надо же экономить. Надо же все. Надо же пополнять свою подушку безопасности. Вот. Ну, что. Я еще не уехала, но уже грущу. Уже хочу обратно. Вот. Ну, по Жорику соскучилась. По Некусечке соскучилась. Некуся мне никогда не говорит, что она меня сильно. Редко мне говорит, что она меня любит. Но когда я в отъезде, она мне пишет. Love you, love you, love you. Мне приятно. Так что, говорит, надо, знаете, мы ценим того, кого мы как бы, ну, не теряем, но на расстоянии. Так, ну что, сейчас буду сушить волосы. Я буду, я не знаю, откуда у меня синяк. Я не знаю. Ну, не может быть желательно. ЛПД, мне кажется, они здесь и не проходятся. В основном тут у нас все. ЛПД. Смотрите, все впиталось моментально в кожу. Просто сахара, блин. Пустыня сахара моя кожа. Надо пить много воды, я не пью. Ладно, будем сушиться. В общем, такое вот небольшое включение из ванной комнаты. Вы любите такое? Я люблю. Так, а это, мои дорогие, так понимаю, современная станция ЦСКА. Я приехала в авиапарк. Ни разу не была. Но очень красиво. Просто невероятно, конечно. Старое метро, да, вот это вот, где гранит, бронзовые фигуры. Такая прям классика, конечно, мне больше нравится. Но тем не менее, тоже очень красиво. Так, ну что. Кстати, вот она моя. Моя любимая зеленая веточка. Я приехала сюда и пересела вот сюда. Да, конечно, лучше было бы искать где-то здесь квартиру. Ближе к авиапарку. А так мне придется час ехать. Вот. Ну, ничего страшного. Зеленая ветка моя любимая. И красная. Вот красная классная. Здесь вот хорошо жить. Но я буду жить где-то здесь. А вот здесь. Ну ничего, будем потихонечку продвигаться, продвигаться куда-нибудь сюда. Потом поближе, потом сюда. В общем, вот эта вот часть низ, так сказать. Ладно, пойдемте. Пойдемте. Еще долго ждать. Так, ну что, мои дорогие, мы с вами в авиапарке. Это такой большой, огромный торговый центр. А я, знаете, даже так люблю погулять по нему. Посмотреть, сейчас зашла в подружку. Купила себе вот такой вот сухой шампунь. Сказали, что хороший с кератином не оставляет белых следов. Так что посмотрим. Ой, Никусичка моя любит, хоть она и большая девочка, она любит вот такие вот под игрушечки. А мопсиков у вас нет, девочки? Мопсиков, игрушек. У нас мопсики в поле что-то есть. Хочу купить Николе мопсика, какой-нибудь брелок или какой-нибудь этот, знаете, подушечку какую-то. Сейчас погуляем, походим. Ой, столько очков, классно. А, вот здесь, кстати, можно посмотреть в этой штуке. Где испарь? Ну, привет. Ну, понятно, начать. Вот, третий этаж. Показать на карте. Так. Ага, то есть подняться. Все, поняла. Спасибо. Вот здесь поднимаемся и сразу наверх. Удобно? Удобно. Кстати, манго здесь тоже есть, сыроварня. Ну что, врываемся в Тренд Айланд. Здесь очень много брендов. Наших российских, классных, суперских. И, конечно же, нас любимый Инспайр тоже здесь. Сейчас посмотрим. Кстати, здесь классная кафешечка есть. Можно посидеть, поработать. Так, ну что, мои дорогие, сейчас начнется примерка. Мы в авиапарке. Но, кстати, у Инспайр есть свой бутик, вы знаете, в Метрополисе, да? Еще где? И на Флаконе. И на Флаконе. Вот, на Флаконе я не была. Я была только здесь, и на Метрополисе. И Метрополис отдельный бутик. Здесь это Тренд Айланд. Модное пространство российских брендов. Тоже круто. Ну что, мои дорогие, вы готовы? Ну, вы готовы? Я жду от вас лайков и комментариев. Ну что, сейчас будут луки от Инспайр. Коллекция просто пушка-бомба. И классика. Тут очень красивый костюм с жилеткой. И такие экстравагантные немножко такие. Молодежные такие. И леопард. И серый костюм брюки-палаццо. И светлые джинсы. В общем, все. Я для вас подобрала модное, классное, интересное. Обязательно используйте мой промокод. Я надеюсь, вам подойдут мои луки. Ой, господи. Прям переживаю. Ну что, погнали? Жду от вас лайки, комментарии, колокольчики, подписки. Обязательно. Вот, пользуйтесь моим промокодом. Я буду очень рада и буду вам благодарна. Если вы не забудете про промокод. Ну что, мой первый? Мой первый образ. Как вам? Как вам мой первый образ? Это ультрамодный принт. Леопард. Посмотрите, какие красивые плечи. Боже мой, какая классная. Сначала хотела его себе приобрести. Но у меня есть похожий, просто бежевый. Помните, я носила несколько сезонов, не снимала. Потому что очень теплая вещь. Очень хороший состав. Много шерсти в составе. Вот, очень красивый край, крой. И очень красиво вообще все сделано. И идеально. Есть, кстати, такое пальто еще длинное. Я решила это померить вместе с брюками карго. Такие в военном стиле. И смягчить это все лодочками. Ну, можно сюда любые кеды. Вот такая у меня здесь футболка. Все от Inspire, кроме туфелек. Здесь, кстати, в авиапарке такие классные, примерочные. Такие просторные, такие красивые. Так, очень красиво. Опять-таки, вы это можете носить любыми джинсами. И черными, и черными, и бежевыми, и коричневыми. Какими хотите. С темным денимом, со светлым. Классная ткань. Такая прям, которая не кошлатится, ни катушек не появляется. Очень хорошая. Я, кстати, размер S мерю. Поэтому учитывайте, что если будете заказывать онлайн, то они довольно-таки такие объемные. Вот я бы себе больше не брала. Хотя, если любите оверсайз, то да, почему бы и нет. Можно взять себе побольше. Как вам? Мне кажется, вообще топ. Так, ну что, как вам мой второй образ? Ну что, пушка-бомба. Кстати, вы можете сзади посмотреть, как все смотрится. Это укороченные джинсы. Укороченные джинсы, конечно, их можно и нужно носить, возможно, на висковолука. Но, мне кажется, так-то как-то немножко вызывающе. Короче, это вот такой вот бомбер с карманами. С карманами. И с карманами. Очень классно. Укороченные, на резинке. Мне кажется, хорошо смотрятся с белым. И вот такая вот футболочка с солнышком. Десан, демун. Вот как-то так. Джинсы классные. Смотрите, они такие укороченные. Мне кажется, здорово на весну, на лето. Как вам такой образ? Опять-таки, да? Снимаем каблуки. Раз, раз. И мы уже, как бы, смотрим все очень даже casual. Надеваем каблуки. Я царица. Короче, мне очень нравится. Можно дать сюда любые джинсы. Черные какие-нибудь, скини. Можно карго. Да, любой вариант сюда подойдет. Мне кажется, с черными даже скини и какими-нибудь ботильонами на каблуке тоже будет очень красиво. Ну что, второй мой образ. Пришлось. Пришлось освободить вторую примерочную, потому что здесь столько народу. Короче, костюм. Брюки палаццо. Наверное, все-таки надо было брать размер М. Хотя С тоже хорошо сидит. А вот метка размер М на мне. И она, кстати, прикольнее сидит, когда она свободней. Поэтому берите лучше свободней. Брюки. Сечка. Длина хорошо на мне. Но, опять-таки, я метр шестьдесят восемь, шестьдесят девять. А может быть, если вы повыше, то берите и размер брюк побольше. Вот так вот это здесь все. Здесь можно сделать красивый-красивый узел. Ну вот, можно это все заправить в карман. Как вам? Такие туфельки прикольные. Кстати, очень удобные туфли. Не знаю, что за бренд. Шоковой размер, они мне большие. Короче, вот такой вот бренд. Кожаный. Мягкий-мягкий. Для примерки здесь туфельки. Мягкая кожа такая, классная. Короче, топовый костюм. Но я такой себе серый беру. Вот я беру вот такой вот бомбер. Сейчас будем мерить. По-моему, вот такой свитер черный у меня. В общем, увидите все. Я покажу вам примерку уже дома. Или еще успею здесь в Паскре. Очень нравится. Очень красиво. Да, понятно, что миловато для меня. Есть, кстати, брюки в таком цвете. Мне просто нравится очень кардиган. Вот с белой футболкой смотрится невероятно красиво. Конечно, испарь такие молодцы. Такие они прям делают оригинальные вещи. Не как у всех. Смотрите, какое качество просто. Класс. С белым очень хорошо. Кстати, есть такой же кардиган в бежевом цвете. Поэтому, в принципе, если не хотите такой яркоты, возьмите бежевый. Очень классная вещь. Зимой и летом можно носить. Очень-очень-очень симпатично. Вот. Ну, туфельки, понятно, на каблучке стоят. Просто такой длиной. Ну, я просто хотела вам показать что-то необычное. Какой-то необычный лук. Можно? Спасибо. Слушайте, это потрясающий бомбер. Конечно, я беру серый костюм. Конечно, я беру этот молочный бомбер. Он есть в голубом, в сиреневом, в карамельном цвете. Голубой тоже красивый. Такой нежно-нежно-нежно-голубой. Видите, я все время хочу убрать чок. Не могу к ней привыкнуть. Она тоже такой немножко френч-лук дает, да? Немножко она отрастет и будет хорошо. Короче, девочки-бомбер. Буду носить джинсами с бежевыми. С такими, знаете, ну, обычный такой деним темно-синий. Новые джинсы у меня есть. Просто голубые. Ну, опять-таки светлая. У меня есть белая джинсовая юбка. Мне тоже кажется, будет красиво. Эта юбка просто топ. Очень модно джинсовые юбки с разрезом впереди, с разрезом сзади. Короче, в Inspire есть такая тема. На четыре части можно разделить сумму, платить по частям. И без всякой переплаты, никаких процентов. И плюс мой промокод тоже действует. Не забывайте. Купер промокод. Скидка плюс на все уцененные товары, товары, которые идут по скидке. На сейле тоже все плюсуется. Слушайте, ну, приятно. Очень приятно. Блин, какая классная курточка. Все, иду в воскресенье Бритц отмечать покупку квартиры. И одену эту белую куртку. Ушка бомба. Я беру этот костюм. Я думала взять белый или серый, серый или белый. Ну, выбрала серый. Но белый классный, конечно, на лето такой нарядный. А это просто повседневка. Посмотрите, как классно. Единственное, что нет М-ки. Мне немножко в груди. С-ка маловато. Мне кажется, тоже круто на футболку. Вот так можно ходить в офис на работу. Или где вы там работаете. Где-нибудь на ресепшене работать. Вполне с футболочкой. На голое тело немножечко спорно, да. А с футболкой прекрасно. Очень красивая ткань. Такой рисунок у каждой ткани. Приятный такой серый. Так, ну, брючки хорошо сидят. Понятно. Вот такая здесь длинный такой этот ремень. Мне очень нравится. Белые пуговицы мне нравятся. В общем, класс. Не забывайте, платим долями. На четыре части разбиваем оплату. Никаких процентов. Мой промокод работает. Поэтому вообще вы ничего не переплачиваете. Просто комфортно забираете вещи, носите и радуетесь. Не получаете довольствия. Так хорошо все сидит. Так худит, так стройнит. Просто супер. Как вы думаете, лучше с футболкой или лучше без? Мне кажется, с футболкой можно в расстегнутом виде носить. А, конечно, на голое состегнут. Просто последний мой образ на сегодня. Я взяла себе черный. Вот такой свитер дырочкой. Но белый тоже очень красивый. Белый хорошо считается с серым. Сюда можно черный бра, можно телесного цвета, можно топик надеть под низ, под эти дырочки. Посмотрите, какой классный рукав. Классный. Хороший такой трикотаж качественный на лето. Просто супер. Даже куда-то на море поехали, вечером надели вот такой свитерок шортиками. И очень красиво. Мне нравится сочетание белого и серого. Но, опять-таки, я себе взяла черный. Вы на мне будете видеть и черный вариант. Он такой более рок-н-ролльный, а белый. Более летний, на отдых, на отпуск. Просто прекрасно. Очень классно. С серым мне нравится. С джинсами будет хорошо. Ой, мои дорогие. Пелепиховый чай. Обожаю. Сейчас немножко здесь поработаю, отдохну. И буду двигаться в сторону дома. Устала. Очень сильно. Но мне нравится, что можно уютненько поужинать здесь. Сейчас себе возьму котлетку с картошечкой, покушаю и поеду домой. Ну, смысл готовить что-то дома, когда можно покушать в кафе и ничего не готовить. И все будет вкусно. Ой, какая кислятина. Надо сахар добавить. Чистая болепиха. Это очень полезно. Что, кто поработал, тот и поел? Ну, я не вижу смысла. Слушайте, 600 рублей ужин. Я, конечно, сейчас перекушу и поеду домой. У меня сегодня никаких встреч на вечер нет. Паровые котлеточки. Куриные, по-моему. Пюрешечки не было, поэтому взяла картошку деревенскую. Называется baby картофель. Винегретик, чаек. Знаете, по моим ощущениям, в России очень сильно поднялись цены на продукты. Вот попробуйте вот это все приготовить. Купить овощи, масло, вот это все, да, заправку. Купить картошечку, купить курочку. Вот это все, все это перемесить, потратить на это время. Соус, купить чаечек, вот это все приготовить, да, потом убрать. Потратить кучу времени. Неужели это будет стоить 7 евро? 690 рублей стоит здесь. Такой ужин. Это просто кафешка шоколадница при... Вот это. Авиапарк, торговый центр. Мне прям захотелось чего-то домашнего такого. Кстати, прикольный соус. Такой йогурт с зеленью. Прям супер бюджетный вариант и очень вкусно. Так, вот смотрите, все можно оплатить прямо здесь. Не нужен официант. Салат. Котлетки. Картошечка. Чай. 6,5 евро. Я вчера евро меняла, кстати, по 101,4. Представляете? Что, давайте посмотрим, что тут у нас по ассортименту. Ну, что-то да есть. Что-то да есть. Ой, боже мой, какая вкусная. Вот это вот руш-малахит я очень люблю. И очень мне понравилась вот эта вот табачная маржента. Очень вкусный аромат. Блин. Пустой тестер, но есть. Есть, есть, есть. Есть вообще все есть. Вообще при желании много чего казалось нет, а на самом деле оно есть. Так, что-то я хотела к Ледопо. Минус 70% на минуточку. Боже мой. Дольче Габбана. Дольче Габбана. Дольче Габбана есть, Живанши нет. Дольче Габбана. И парфюмы. В общем, короче, что-то есть, что-то нет. Давайте посмотрим, что есть Диор. Мне просто интересно, что есть от Диор. В золотой яблоке, конечно, не протолкнуться, а здесь вообще пустота. Пустые залы. Да, Диор, конечно, печаль. Ой, кошмар. Пустые Диор, пустые. Шанель, все пусто. Так и убрали бы этот. Зачем оно здесь стоит? Ну, правда же? Какой кошмар. Мой любимый. Леди Бланш. Двадцать восемь тысяч, кошмар. Эрмес. Вот Эрмес. Что-то есть. Том Форд, интересно. Такой большой, огромный корнер, да? Ну, смотрите, вот кофейная новинка есть, а остальных новинок нет. Здрасте, здрасте. Смотрите, этот бар стоял раньше в магазине на Патриках. Сюда привезли. Вот эта новиночка есть с принцессой. Ну что, я пришла в Санкт-Библиотеку. Хотела послушать рейс от Акро, а его нету. Нету. Дарк есть инк. Мой любимый Хейс. Бейк, кстати, тоже не вижу. Вот очень хочу рейс. Ну, посмотрим. Может быть, попробуем. Смотрите, есть моя любимая Маза и Каял. Вот этот вот алмаз. Просто красота. Ламар тоже хороший. Да хап. Боже мой, они такие умнички, вот эти вот Каджал. Такие классные ароматы делают. Не пугайтесь, что они выглядят как-то так, может быть, вызывающие ароматы. Потрясающе. Чудесные мои любимые ароматы от Грити. Так, у меня есть Сиракуза из голубой коллекции. Здесь у меня Тутто Бланк, Шантили, Госип Найт. Адель мне не хватает. Из черной коллекции у меня есть... Нет, у меня ничего из черной коллекции. Очень мне нравится Килл Делайт. И вот этот вот ЮАР Сувейн. Боже, какая красота. Невероятная. Ну, конечно, Тю Чеса, любимка моя. Обратите внимание на Грити. Это просто чудеснейшие ароматы. С белой коллекции, конечно же, Тутто Бланк. Конечно же, Шантили, Госип Найт. И я не вижу здесь... А, вижу, вижу, есть. Смотрите, какая красота. Миколев Литуаль. Это Литуаль. Это аромат Миколев. 25-летию, к юбилею от Литуаль. Посмотрите, какой красивый флакон. Но пустой. Сейчас я протестирую. Здесь есть небольшой тестер. Очень красивый.